Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, точнее, вы там задаете два вопроса, вот, и, значит, первый вопрос это, когда нашли психологически мой мужчина, а второй вопрос это, как выйти из этого круга, как вырваться? Ну вот, как это не странно, ваши вопросы, они немножечко друг другу противоречат. Знаете, в чем дело? Можно говорить о том, что у вашего мужчины есть проблемы, можно говорить о том, что у него есть определенные психологические трудности, и можно думать, что у него есть определенные страхи, конфликты, противоречия, переживания, комплексы, как вам сказала моя коллега, одна из коллег, и так далее. Все это действительно вот и есть. Но проблема заключается, на мой взгляд, не в этом, не в том, что у него есть какие-то проблемы, не в том, что у него есть какие-то сложности. Проблема заключается, пожалуй, в том, что вы сами себе позволяете в этих отношениях находиться. То есть вы, как бы, сами соглашаетесь с тем, что вам тяжело его будет бросить. Ну, возникает вопрос. На мой взгляд, логичный. А почему вам будет тяжело его бросить? Какие у вас потребности по отношению к нему? Какие у вас желания по отношению к нему? Почему вы так держитесь за него, и так далее. Понимаете, мужчина ваш в любом случае, вне зависимости от того, что у него сейчас не происходит, и так далее, и так далее, у мужчины в любом случае есть одна большая проблема. Это проблема в том, что он не несет ответственности за себя. И если он не несет ответственности за себя, он, естественно, не может нести ответственность за вас. И если он не несет ответственность за вас, то ваши отношения, это по сути, по сути дела, это, по сути, ваша ответственность за двоих. Понимаете, в чем дело? Ну а поскольку вы не можете без вреда себе нести ответственно до новых людей, то вы, естественно, проигрываете и, естественно, вы находитесь в довольно негативном для себя положении. В этой ситуации можно сказать так, что, значит, ваш молодой человек обладает определенными трудностями, определенными проблемами, у него они есть, эти определенные проблемы, вот, они действительно есть, хотя бы это связано с перепариванием настроения и прочее, 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 вот. Вот, значит, если говорить про вас, то здесь я хочу вам сказать так, если говорить именно про вас, то вы в этом мужчине нуждаетесь. Да, значит, вы мне нуждаетесь, потому что вы говорите, что я не уверена в том, что вот если он придет, я, там, значит, его не отползну, я, скорее всего, его приму, приму опять. То есть, вы говорите, что я его опять принимаю, я его, значит, как бы, я его верну, я подволю ему вернуться и тем самым опять продолжу эти отношения. Вам нужно сперва определиться так, чего вы хотите сами для себя, вот, по факту, сами для себя вы чего хотите, что вам нужно, а мой, постарайтесь для себя на этот вопрос определить, ответить, постарайтесь ответить себе на этот вопрос, что вам для себя нужно, именно. И потом, когда вы этот момент для себя выявите, когда вы этот момент для себя определите, вы сможете понять, насколько то, что есть у вас сейчас, соответствует тому, чего вы хотите. И что заставляет вас, ну, например, мириться с тем, что у вас нет того, чего вы хотите. Что заставляет вас мириться с этим. Вот это вот и является основной вопрос, который вам нужно задать себе для того, чтобы получить представление о том, как выйти из замкнутого круга. У вас есть свои потребности, у вас есть свои желания, это вполне совершенно нормально, нормально, закономерно, логично, правильно и так далее. Вопрос заключается в том, почему, ради чего вы терпите вот все вот это вот, что мужчина вам дает. Вопрос заключается в том, что заставляет вас все это терпеть и почему. Вот если вы свои мотивы увидите, вы сможете выйти из этого круга. Сказать молодому человеку честно, что я тебя люблю, я хочу быть с тобой, но ты делаешь меня несчастным. И поэтому я, вот такая у тебя проблема, я решил немножко отдалить. Надеюсь, ты меня поймешь, надеюсь, ты не будешь там на меня обижаться, и так далее, и так далее. То есть вы попросите человека просто-напросто вот с пониманием отнестись к тому, что вы делаете. И все. А вам в этот момент нужно руководствоваться своими собственными чаяностями, и все. Может быть, мужчина вас любит. Я не буду здесь, как бы, вот, однозначно отречать того как-то, что он вас не любит. Может быть, и любит. Но его любовь явно недостаточно для того, чтобы он вот делал что-то для вас реально. То есть вот именно, чтобы он что-то реальное для вас делал, его любви недостаточно. И вопрос заключается в том, осознаете ли вы это, или продолжаете жить в иллюзии. Если вы продолжаете жить в иллюзии, то я думаю, что всегда это вы делаете для чего-то. То есть у вас есть какая-то цель, какая-то мотивация, чтобы так вот себя вести. Ну вот с этой мотивацией нужно, в первую очередь, вам работать. Эта мотивация и является главным фактом, который определяет то, что вы сейчас находитесь в этих отношениях и для себя не вполне здоровы. Вот и все. И для того, чтобы выйти из творческого круга этих отношений, возможно для себя эта мотивация просто-напросто понятна. Вот поймете ее, и тогда у вас все нормализуется. Вопрос в том, готовы ли вы работать над этим, вопрос в том, готовы ли вы консультироваться, готовы ли вы разбираться с собой и так далее. Там вот эти причины могут быть самыми разными, начиная от детско-растительских отношений и заканчивая уже довольно взрослыми комплексами, страхами и так далее. Все это можно разбирать, все это можно выяснять. Главное, чтобы у вас было для этого желание. Если желание есть, все это можно сделать, вам можно помочь, ну довольно, не сказать, что может быть близко, но помочь можно. Можно вам помочь. А что касается вашего мужчины, то смотрите в театре. Человек не знает, чего хочет. Это вот первая основная, как бы, ну, основная характеристика, да? Человек не знает, чего он хочет. Сразу спросите себя, вам нравится, вас устраивает такой мужчина, который вот сам не знает, чего он вообще хочет. Устраивает или нет? Если устраивает, то, соответственно, вам придется брать за себя ответственность и за него ответственность. И решать вам придется все самостоятельно. Если не устраивает, ну, тогда, соответственно, вам нужно мужчину простимулировать, чтобы он менялся. А чтобы мужчина менялся, это необходимо вывести его из зоны комфорта. А он пока находится именно в зоне комфорта. И до тех пор, пока он находится в этой зоне комфорта, он не будет меняться. У него нет оснований, нет мотива, нет стимула меняться, понимаете? Вот это вот то, что я вам хотел сказать. Это то, что вам вот нужно для себя понять. Если вы хотите мужчину изменить, его нужно вывести из зоны комфорта. А вывести из зоны комфорта его можно только в вашем контексте. То, что именно у вас есть возможность вывести его из зоны комфорта своим поведением. Вот. Хотите вы этого или нет? Это уже другой вопрос. Такая возможность есть, и вы можете ей воспользоваться. А чтобы этой возможностью воспользоваться, вам нужно более ясно осознавать свои мотивы. И иметь четкое представление о том, как вы будете реализовывать свои, именно свои собственные цели и свои собственные желания. И выполнять задачи, которые из этих целей вытекают. Вот именно так вам и нужно двигаться. Если мужчина вас любит, он поймет, что вас теряет. И вполне возможно, что это сделает. Вполне возможно, он что-то предпримет. Вполне возможно, что он как-то наконец-таки начнет себя менять. А может быть и не начнет. И если он не начнет себя менять, то логичным будет вопросом, а любил ли он вас? А если он не любил вас, то нужен ли он вам тогда такой вот, не желающий ничего делать ради вас и для вас? Понимаете? Вот такие моменты, которые, мне кажется, важно вам в первую очередь понимать. Это такие моменты, которые вам нужно в первую очередь самой для себя осознавать. Вообще свои ценности в первую очередь. Вот мне кажется, что в этих отношениях вы просто забыли себя. Вот просто забыли себя. Забыли кто вы, забыли куда вы идете, забыли свои интересы, свои мотивы, свои стремления, идеалы свои забыли. И я думаю, вот и возникли такие отношения. Но это уже работа с вами. Вот если угодно, направьте молодого человека к нам на терапию, например. Хотя бы вот сюда, на сайт LifeExpert. Да? Пусть, так как вы, вопрос задаст. Если хочет измениться, действительно. Пусть получит ответы. Пусть эксперт выберет для работы над своими проблемами. Пару консультаций возьмет, приватных. Но там же и будет видно, насколько его решимость тверда, работав над собой. Насколько ваша решимость тверда, принимать его любым, таким, какой он есть. Сейчас вот вы его таким, какой он есть, не принимаете. Вы принимаете его как источник удовлетворения своих потребностей. Это да. Но не как самостоятельного субъекта. Вот об этом тоже я рекомендовал бы вам подумать. А так, может быть, он вас и любит. Я не думаю, что это можно утверждать именно здесь, в вашем вопросе, наверняка. Другое дело, как. Другое дело, что вам это несет. Вот что важно. А не то, любит он или нет. Ничего хотите вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok